Смотрите прямо сейчас. Красная карточка для Януковича. Почему он может избежать наказания за убийство? И почему до сих пор неизвестно, кто расстреливал людей на Майдане? Я хочу эту тварь увидеть, посмотреть ему в глаза, кто это сделал, и плюнуть в хару. За шаг до новой войны. Боевики сорвали перемирие. Десятки жертв. Что в эти минуты происходит на фронте? И чего ждать дальше? Еще сто тысяч пойдут на фронт. Мобилизация. Снова воевать за свой счет. И что грозит за отказ? ГАИ. Реформировать или разогнать? Реформа ГАИ так же невозможна, как сделать реформу крокодила и превратить его в вегетарианскую. Темы, которые у всех на устах. Прямо сейчас. В подробностях неделю. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Давайте вместе рассмотрим все самые главные темы, которые мы с вами обсуждали, о которых спорили на уходящей неделе. Мы обязательно поговорим о реформах. Конечно же, разберемся, что происходит на фронте. И наша вторая площадка. Сегодня развернута в той самой Волновахе. Именно там, на этой неделе, произошел теракт, ставший последней каплей. И для нас с вами, и для мира. Ну, казалось бы, почти год длится война, но взрыв автобуса в Волновахе переполнил чашу терпения. Помните, как недовольство режимом Януковича прорвало после одного только события? После избиения студентов на Майдане. После него на акции протеста вышли десятки тысяч неравнодушных. Вот так и сейчас возмущение выплеснулось на улице. Такого количества людей в центре Киева не было со времен Майдана. Ну, а в Европе, вот к таким вот табличкам с надписью Шарли, Шарли это я, словом поддержки журналистов, которые погибли во время теракта в Париже, добавился еще один лозунг. Я Волноваха, как символ того, что происходящее в Украине затронуло каждого. И это уже не наша внутренняя проблема. Волноваха, весь сегодняшний эфир будет с нами на связи. Городок, где произошел резонансный теракт. Напомню, 13 человек там погибли, 18 ранены. Вот эти кадры с камер наблюдения, когда по автотрассе ведется прицельный огонь, обошли весь мир. Но достаточно ли тем, кто только пришел в себя после теракта одной только солидарности? У них самих расспросит Андрей Лащ. Он сейчас в Волновахе. Андрей, вечер добрый. Кто с тобой на площадке? Приветствую, Дима. Наш эфир из Волновахи. Я начну со слов «ЖСВИ Волноваха». Я – это Волноваха. Вот эти слова сегодня в Волновахе произносили сотни людей. Они собрались на центральной площади города. В целом здесь было около тысячи человек. Они приезжали из ближайших сел и поселков. Ну и всех здесь тревожит. Единственный вопрос, когда закончится война, и вот когда был митинг памяти жертв, которые погибли в теракте, люди обратились и к боевикам, и к власям украинским, чтобы они наконец-то сели за стол переговоров и начали активно налаживать мир в стране. Сегодня люди зададут свои вопросы политикам, ну и выскажутся на все тревожащие их темы. Спасибо большое, Волноваха. Весь сегодняшний день с нами в эфире. Но о других акциях сегодняшнего дня давайте узнаем. Давайте узнаем прямо сейчас. Вот у нас на связи Алла Матюшок. Она следила за тем, что происходит в Киеве. Лидия Калинина из Харькова. Она также следила за тем, что происходит в регионах. И Данил Русаков, он в Москве. Итак, что происходило из первых уст? Алла Матюшок, она следила за событиями в столице. Алла, похоже, сами организаторы, вот как нам здесь в редакции показалось, не были готовы, что такое количество людей выйдет на улицу. Так ли это? Алла. Да, Дима, на марш мира вышло более 20 тысяч человек. В Киеве прошло даже два шествия. От памятника Тараса Шевченко к Майдану, а второе от Софийской площади через Грушевского, институтскую, также на Майдан. Здесь люди объединились. В начале улицы Грушевского огромная колонна, и молодежь, и старики встали на колени. Так почтили память погибших на Майдане зимой прошлого года, жертв обстрела автобуса под Волноваха, и также всех погибших в этой войне на Донбассе. Загиднули 12 людей, мы за них отвечаем. Позвольте нам все, иди, позвольте нам выбирать дорогу. Приехал из Ясиновата, это под Донецком. Надеюсь, что все же таки вернусь. С нами весь свет, и с нами Господь Бог. На марш мира вышли президент, премьер, мэр города Киева, а также представители разных церквей. Они объединились в одной молитве за мир в нашей стране. Президент пообещал достойно ответить террористам. Сегодня, в ночи, наши киборги в Донецком аэропорте демонстрируют мощность, демонстрируют патриотизм, демонстрируют героизм. И есть пример, как нужно защищать Украину. Мы не отдаем аніклаптику украинской земли. Мы повернем Донбасс. Мы отродим на Донбассе украинство. И мы продемонстрируем, что еще одним надзвичайно важливым чинником нашей перемоги есть наша с вами единость. Люди зажгли свечи и замерли в минуте молчания. Свою солидарность с украинцами выразили и дипломаты. Вот что сказал, например, глава представительства ЕС в Украине Ян Тамбинский. К вечеру люди разошлись, а на Майдане в память о погибших остались лампадки. Они будут гореть всю ночь. Дима? Спасибо большое. Алла Матюшок с Майдана. И сейчас есть с нами Лидия Калинина. Она следила весь сегодняшний день за акциями в регионах страны. Лид, а в Харькове и в других городах как много людей вышло на акции? В Харькове выбрали для шествия символичный маршрут от Площади Свободы до Площади Конституции. Вышло около 2000 людей. Они растянули вдоль улицы 100-метровый желто-синий флаг. Вышли с плакатами не только «Я Волноваха», но и «Я Донецк», «Я Луганск», «Я Крым», «Я аэропорт». Вышли с Волноваха, вышли с Волноваха и российскому шеврору, и российскому шеврору. Несмотря на то, что в городе уже больше полугода сохраняется угроза терактов, люди не испугались. Многие пришли с детьми. Охраняла шествие милиция, работали здесь и спецслужбы. Акция проходила против терроризма. А что это такое, когда в своем родном городе чуть ли не каждую неделю звучат взрывы, Харьков теперь знает не понаслышке. День поставлена задача делать лишь террористические акты без жертв человеческих. Потому что человеческие жертвы в мирной территории Украины приведут к дальнейшему восторжению всех идей Новороссии, сепаратизма и так далее. Не меньше людей собралось на шествие и на юге Украины. В Николаеве марш прошел под музыку. Я постоянно играю в гимн. Я украинец, я патриот. Не обошлось и без слез счет погибших на востоке. 67 николаевских военных вспоминали и их, и убитых мирных жителей. Мы вышли, потому что там погибли люди, там дети погибли. Просим Бога, чтобы нас Бог захистил и наша Украина. Память погибших на Донбассе минутой молчания почтили и в Запорожье. Среди тысяч людей, которые вышли на улицы, есть своеобразный символ местного Майдана. 82-летняя Мария Лыхварь. Всю прошлую зиму на костылях и связанным украинским флагом она простояла под областной администрацией. И сегодня, несмотря на возраст и болезни в первых рядах. Донецкий металлургийный завод отбудовывала в 50-м году. Мне было 17 лет. Хотела взять трудовую, а теперь какие-то там гиркины, шмиркины пришли забирать землю ту, на которой мы отбудовывали. Кажите вы, хотите с Путином. Чемодан, вокзал, Россия. И Западная Украина не отстала от востока и юга. Во Львове на улицы также вышли тысячи человек. Вышли даже люди с плакатами «Я русский» и «Я волноваха». В Львове они в памяти погибших зажгли сотни свечей и отслужили молебен. Это мой обязатель. Как можно так захищаю? Пока что тут придется идти на фронт, мы пойдем, чтобы наши дети, наши внучки жили в независимой стране. Где-то митинг, где-то панихида, где-то шествие. Но так или иначе свой протест против терроризма высказали жители почти каждого областного центра. Даже в недавно освобожденных территориях, например, Краматорске. Так что можно смело сказать, что сегодня на улицы вышла вся Украина по обе стороны Днепра. Дима. Ну, вот что происходило в Киеве, вот что происходило в украинских регионах. Но в Москве, по крайней мере, как пишут в информагентствах, сегодня появилась подзабытая уже в Украине тетушка. Не удивляйтесь. Наш московский саппорт Данил Русаков видел их своими глазами. Данил, так что, действительно тетушки к вам перебрались? И расскажи по порядку, как все в Москве происходило? Сегодня к посольству Украины в России несли цветы Яволноваха. Так активисты российского протестного движения назвали эту акцию. Она быстро закончилась. Продержаться на подходах к зданию активистам помешали представители так называемого антимайдана. Это российский аналог украинских тетушек. Московская полиция тоже мешала активистам подойти к посольству. Сейчас я вам побежу вас и убираю вас. Сейчас я все задержусь. По словам представителей российской оппозиции, на акцию памяти жертв кровавого теракта на Донбассе собирались прийти как минимум 200 человек. Однако к посольству добрались далеко не все. На Манежной площади и центральной улице города Тверской многих блокировали. Люди с оранжево-черными лентами перекрывали подходы к украинскому посольству. Что интересно, все претензии по поводу ассоциации Украины с Евросоюзом и радикально настроенные прокремлевцы предъявляли вовсе не украинцам, а москвичам. Те в свою очередь продолжали возлагать цветы и зажигать свечи. На провокаторов многие просто старались не обращать внимания. Это преступления, которые совершили, конечно, боевики и террористы. И это не единственное их преступление. И они, только они мы считаем, несут ответственность за все происходящее, за всю трагедию, которая происходит на Донбассе. Информации о задержаниях мы пока не располагаем. Однако точно известно, что во время прошлого пикета в поддержку парижских карикатуристов одного из оппозиционеров бросили за решетку. Тверской суд Москвы назначил ему арест 38 суток. Такие новости. Дима. Спасибо большое. Ну вот с нами на связи Киев, с нами на связи Харьков, с нами на связи Москва. Ну и главная площадка, площадка Волновахи. Я хочу сказать, что ОБСЕ сегодня опубликовала официальный отчет. И в этом документе эксперты организации говорят, что абсолютно точно установили. Ракеты были выпущены по пассажирскому автобусу с северо-запада. Ну а значит это, что с территории, контролируемой боевиками. Наблюдатели ОБСЕ провели комплексную проверку и абсолютно уверены в своих выводах. Что ж, давайте прямо сейчас с Волновахой поговорим. Андрей, вам слово. Мы готовы вас услышать. Кто рядом с тобой? Да, Дим, ну вот со мной рядом врач-хирург Анатолий... Игорь Александрович. Игорь, да, Игорь Александрович. Собственно говоря, мы также приглашали присоединиться к нам пострадавших, которые имеют не очень тяжелое ранение, могут ходить, но так как они на соционаре не смогли вырваться и держать их на холоде не особо-то хотелось. Вот расскажите, вот когда люди поступали к вам в больницу, что творилось? Ну собственно, я думаю, в вашей практике такое количество пострадавших, жертв, это было впервые, да? Вот можете поделиться. Из гражданских людей, пострадавших, конечно, это было впервые, в таком шоковом состоянии, вообще с такими повреждениями, в гражданское, в мирное. И сейчас даже в этой зоне АТО все равно это ужасная была ситуация. Люди были в глубоком таком шоке и в болевом, и в психологическом. Какова сейчас ситуация? Сколько уже людей вернулись домой, в Донецк? Кто им помогал? Часть больных, пострадавших, вернулись домой уже самостоятельно. Часть военные, которые были пострадавшие, у нас, которых мы оперировали, их доставили уже далее в Киев госпиталя военными, санитарными транспортом. Часть пострадавшим, больным, помогают наши местные власти добраться домой, до Донецка. То есть помощь оказывается вся в полном объеме. Власть активно участвует в этом процессе? Практически с первых минут все медработники, местная власть, все помогали в активном участии. А также помогали нам и доктора, и военные доктора в самих операциях, и в оказании помощи. И доктора с других больниц к нам приезжали. А сейчас люди продолжают поступать, ранены? Сколько вообще раненых, сначала вот этих активных боевых действий вам в больницу поступило? Сколько вы уже вылечили, отправили домой? Ну, четких цифр нет. Цифры, конечно, идут на сотни. Как и гражданские, так, конечно, пока в основном больше были военнослужащие, которые страдают, получают всевозможные огнестрельные ранения. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Вот скажу, что мы должны будем отпустить сейчас врача, так как мы его вырвали из дежурства. Дим. Спасибо большое, спасибо, что собрались, спасибо, что смотрите. Мы будем с вами сегодня общаться весь эфир. И вот те таблички, я, Волноваха, которые вы держите в руках, эта табличка и у нас сегодня в студии. Для того, чтобы показать, что мы тоже с вами, что мы вас поддерживаем. Будем общаться с Волновахой. У нас гость подъехал. Вечер добрый, проходите, пожалуйста, в студию. К нам Николай Григорьевич Маламуш подъехал, человек, который пять лет возглавлял службу внешней разведки Украины. Добрый вечер. Добрый вечер, спасибо большое, что... А вот вы так рядышком становитесь, чуть-чуть, чуть-чуть левее. Ага, и вот так, спасибо. Скажите, пожалуйста, давайте разберемся с вопросом, который очень многих наших зрителей интересует. Вот что все это означает? Последние события, вот эти обстрелы. Можно ли сказать, что перемирие окончательно сорвано? Что это теперь уже война, активные бои, активные боевые действия? Или, по вашему опыту, еще есть шанс? Ну, мы уже владели ситуацией, что после Нового года, как раз по стратегическим объектам, это и аэропорт Донецк, это Авдеевка, это Дебальцево, это Мариуполь, будут проводиться операции боевиками. Российские военные уже планировали такую операцию. И, конечно, и наши вооруженные силы готовились к таким действиям. Я просто отмечаю то, что никто не рассчитывал, что именно такие будут массы применения очень мощных ракетных средств. Особенно по тем блокпостам, вот как мы говорим сегодня о Волновахе, так как не было ни военных, не было, соответственно, ни вооружения нашего очень мощного, которое подвигалось обстрелам. Поэтому шло веерные обстрелы. Это уже как бы эскалация напряженности, это попытка вызвать огонь со стороны Украины. И уже Россия в своей концепции и в своих данных, уже на уровне и президента, и министра иностранных дел, несколько дней заявляла до того, что Украина готовит наступление, готовит боевые операции. То есть нас провоцировали, создавали информационный полот. Нас провоцировали, они создавали именно информационный полот, как обычно. И в этой ситуации боевики начали первые именно обстрелы по 18 объектам сразу же. Начиная, так сказать, от Пески, Донецк аэропорт, это, конечно, и Волноваха, в том числе, с такими громадными жертвами. Ну и дочь, а давайте мы на карте посмотрим, у нас карта есть, вот давайте посмотрим, что прямо сейчас происходит на фронте. Вот на этой неделе ситуация переросла в настоящую войну, уже и не скажешь, что это просто одиночные обстрелы. Бои идут по всей линии разграничения. Если можно, давайте карту. Активно примеряется артиллерия и система залпового огня. Обстрелы в течение недели были и на юге, в Лизе Мариуполя, и на севере, в Луганской области. Самая горячая точка, Донецкий аэропорт. Украинские войска продолжают удерживать этот объект. Напомню, аэропорт находится прямо в черте города. Нашим силам удалось на несколько километров отодвинуть позиции боевиков. Еще один сложный участок, так называемый Дебальцевский плацдарм. Это населенные пункты Никишино и Чернухино, если попросту говорить. Также снаряды падали вблизи села Чеморлык. В Луганской области боевики сегодня особенно сильно вели огонь по Крымскому и Славяносербскому. К этой минуте известно уже о 25 обстрелах. Скажите, а какова цель вот этого обострения на фронте? Зачем боевики сорвали перемирие? Ну, первое, конечно, предполагалось формат совсем другой, потому что минский формат – это слабый формат. И Путин считает, что минский сценарий он разработал, и, соответственно, идет определенная, так сказать, игра с украинской стороны. И что наш руководств, наши военные, конечно, именно не добьются тех решений, которые были определенными в Минском соглашении. Это, первое, реальный контроль границ, конечно, реальный отвод иностранных войск, конечно, обмен пленными. И самое главное – это разоружение боевиков. Поэтому предполагаю, что именно конфликт был заморожен раз, расширение зоны конфликта до административных территорий Донецкой и Луганской области, два, и срыв стратегических переговоров, как раз реальных переговоров. Это нормандский формат и дальше. Вот те сообщения, которые сегодня появляются о том, что хотят сорвать нормандский формат, вот как бы на это все было завязано. Это реально, потому что уже примерно месяц назад начали неофициальные переговоры с лидерами США, Европейского Союза и еще стран в целом «двадцатки». Предполагаю, что идет мощная конфронтация между Россией и странами НАТО, а корень находится здесь, вот идет война, реально. Вышли на стратегические договоренности выйти на сначала нормандский формат, а возможно на формат «двадцатки», это «Хельсинки-2». И начать регулировать ситуацию в Украине. Реальное, не мнимое, как вот сейчас мы имеем Минское соглашение и нарушаем вот буквально перемирие боевики постоянно, а под мощным международным контролем. Вот тогда это реальные уже шаги по регулированной ситуации. Поэтому задействованы все были силы. На протяжении перед праздниками, перед праздниками шли очень мощные колонны по усилению. Это «Грады», это новейшие установки и про зминирование, это «Буратино», мы говорим уже неоднократно, уже на днях появились и били по аэропорту и по другим местам. Как раз идет и испытание этих боевых, Денис, но самая главная стратегическая задача, это, конечно, нарушить его возможность перемирия. Николай Григорьевич, у нас как раз корреспондент есть в аэропорту. Вы оставайтесь, пожалуйста, мы вернемся к разговору. Я вызову Руслана Смещука на связь. Так, если есть у нас картинка, да, у нас есть на связи Руслан Смещук, он находится сейчас в Донецкой области. Руслан, в соцсетях появилась информация об использовании в зоне АТО авиации. И вот сейчас я еще одно сообщение смотрю, много сегодня писали, что якобы аэропорт сдали. Вот ты на месте, тебе виднее, что ты можешь сказать? Дмитрий, информация о применении штурмовой авиации не подтверждается. Второе сообщение о том, что аэропорт сдали, так же, вот, неправда. Вот на данный момент в районе аэропорта, на подступах к Донецку, а также в Горланке, сразу в нескольких направлениях ведутся полномасштабные бои с обоюдным использованием танков, пехоты и тяжелой артиллерии. Потери людей и техники есть и у военных, и у боевиков. Вот с вчерашнего вечера силовики при поддержке бронетехники и артиллерии пробивали в Донецкий аэропорт коридор, для того, чтобы эвакуировать более 20 раненых и минимум 4 убитых украинских солдат. А сегодня днем боевики подорвали в Донецке Путиловский мост, для того, чтобы блокировать северный въезд в Донецк. Вот в данный момент из штаба АТО поступает критически мало информации о развернувшейся масштабной военной операции, действует режим секретности. По данным наших источников, командует спецоперацией лично начальник генштаба Украины Виктор Муженко. В штабе антитеррористической операции происходящее, комментируют, крайне скупо. В результате боевых действий по обе стороны фронта гибнут и мирные жители. На данный момент официально в Горловке и Донецке зарегистрировано минимум 11 смертей. Из них один погибший, это ребенок. Сегодня мы работали в поселке Первомайск, это в километре от поселка Пески. И в нескольких километрах от Донецкого аэропорта там тоже погибли мирные жители. Вот сейчас вы видите разрушенный из-за обстрела дом. В момент взрыва внутри находилась хозяйка. Уже сутки тело не могут вывести. Просто некому. Восемьдесят. И мне тоже уже как-никак семьдесят пьян. Что это, шутки? И ни при чем, что никакой помощи. Никакой. Стариков забросили вот тут, упор, никуда, ни сюда, ни туда. Пока мы находились там, в районе аэропорта постоянно грохотало. Такой интенсивности стрельбы тяжелого вооружения наша группа еще не слышала. Пуляют, а где что пуляют. Неизвестно. Из оттуда, из оттуда. И у Сереги в эту барана убила. Возле дома взорвалась. Кроме обстрелов, еще голод. Настоящая проблема для тех, кому некуда бежать. Вот, к примеру, мы разговаривали с одним из жителей Николаем из Марьинки. Из-за болезни ему сложно передвигаться. Вот для него 200 метров. Это серьезная дистанция. Магазинов поблизости нет. Да и наличных денег Николай уже давно не видел. Ручок ездит, чесничок ездит. Ну, наши зародки не дали. Не убрать, не посадить. И, короче, живем как. Немножко воды. Немножко котелки. А если еще и добавить холод, вообще ситуация критическая. Местные жители рассказывают, что в их квартирах, к примеру, у тех, кто живет в Дебальцево, плюс восемь. Все из-за того, что в город не пропускают уголь. За полторы недели только три фуры. Вот дает о себе знать и транспортная блокада. Бывает, что продовольствие и топливо стоят на блокпостах по 12-14 часов. И люди говорят, если бы не украинские солдаты, которые делятся с ними едой, вот многие просто не выжили бы. А то и по несколько суток вот так же стоят там автомобили. Дмитрий. Спасибо большое, Руслан Смещук. В Донецкой области практически на линии фронта. Николай Григорьевич, скажите, а людям что делать? Надеяться на то, что все утехнет, что сработает там, бог знает, какие там минские, нормандские договоренности? Или бежать с этих территорий? Я просто думаю, сейчас мы, во-первых, должны прилиться в этой ситуации, что стало. Уже много месяцев мы говорим о Донецком аэропорте, Песках, где мы возьмем этот объект. Постоянно пробиваются с большими боями. Тем более, была ситуация под контролем боевиков как раз к этому объекту. Несколько месяцев, это координационный совет военнослужащих, наши, вот это мощное объединение, рекомендуем и Генштабу, и даже руководству страны срочно принять меры по защите аэропорта и, соответственно, Песок. Вот, это мощные контингенты, бронетанковые войска, это наши защитные средства. Это, во-первых, не дало бы возможности сейчас, как 4 дня назад, они звонили прямо с подвала и говорят, два часа нас не будут в данной ситуации. Поднимали туда и президента, и министра обороны, и Верховный совет для того, чтобы срочно включиться в этот процесс. Я не хочу, чтобы были еще и ловальские. То есть, это все нужно делать заранее. Тем более, мы месяц, полтора знаем, что готовятся такие нападения. Готовятся по основным объектам. Мы эти объекты знаем. Все силовые средства, все танки, БТР, что демонстрируют на передаче, где они? Мне спрашивают командиры батальона в рот, где эти средства? Почему они не у нас? Почему они могут защищать эффективно и тому подобное? Теперь, что делать? В данной ситуации, сейчас все нужно задействовать контактных групп на уровне военных, специальных служб, ОБСЕ, прекратить военные действия. Мы должны выйти, в любом случае, на мир. Сначала тактический мир, на уровне линии разграничения, что бы ни стоя. Потому что будут мирные граждане гибнуть, военные, киборги и тому подобное. Остановиться. Остановиться какой механизм? Есть оперативный контакт на уровне военных, специальных служб, на уровне переговорщиков, на уровне российских военных и на уровне ОБСЕ. Это первая ситуация. В любом формате, мы уже критикуем минские договоренности, но на минские договоренности нужно выйти для того, чтобы снять уже более глобальное напряжение. Дориться хотя бы о каких-то днях перемирия. И третий вариант, это уже задействовать наши силы, первого лица президента Украины, дипломатии, ЕС, США. Для давления на Россию выйти на глобальный формат в регулированной ситуации. Это кратко. Это тогда реальный контроль границы, а не мнимый. Это средства и американские, другие, каждый метр кордона. Это реальная идентификация иностранной техники и войск. Это реальная задача боевиков и выход на амнистию. А затем, востребованность Донбасса. Это, если мы говорим кратко. Согласованность с этой позицией. Я сам был месяц в Омане. Встречались лидеры стран мира. И мы с каждым проговорили. Вот этот механизм наметили. Сказали, все, этот вариант работает. Мы готовы работать. Значит, начинаем с нормандского формата и дальше решаем до 20-ки. Это новая Хельсинки-2 для мира. Дай бог, что там было. Давайте посмотрим. У нас еще один есть корреспондент в Мариуполе Александр Пантелеймонов. Дайте с ним связь, пожалуйста. Сложное направление, тяжелое направление. Давайте узнаем, что там сегодня происходит. Саша, какая у вас ситуация? Да, добрый вечер, студия. Сейчас на Мариупольском направлении действительно ситуация напряженная. Практически вдоль всей линии соприкосновения сегодня звучат залпы и взрывы. Иногда их отголоски доносятся даже до самого Мариуполя. Но вот в ближний бой террористы не идут. Но постоянно разгораются новые артиллерийские дуэли. Сегодня у сектора было зафиксовано 4 обстрела. Это районы населных пунктов Чермолик, Новосельевка и Перермайск. Переважно стрельбы были с градов, противотанковых, руководных ракет и минометов. Ну вот сегодня ситуация сложная, но вчера было еще сложнее. А все дело в том, что нашим бойцам не давали команды открывать огонь в ответ. Сегодня разрешение пришло и наши уже успели изрядно потрепать позиции противника под Докучаевском. Вот наши разведчики говорят, что в больнице Докучаевска сейчас находится... Она просто переполнена террористами. И артиллерия не умолкает ни на минуту. В основном из тяжелого вооружения. 122-я, 150-я, миномет. Бомбят. А с градами стреляли? А? А с градами стреляли? Нет, по нас с градами не били, но через нас. А с градами не били? Через нас вон соседи накрыли градами тоже много. Погибло пару человек. Так что мир населения страдает в основном из-за этого. Но несмотря на то, что огонь усилился с обеих сторон, наши бойцы находятся в приподнятом настроении. Я бы даже так сказал, боевой дух на высоте. А все дело в том, что наши же бойцы говорят, что это может быть и сложнее, и опаснее вести такую перепалку с противником. Но это все-таки гораздо лучше, чем сидеть без дела просто под бомбежками. Будем работать, защищать Украину нашу. Мы переможем. Да, слава. В Украину, в Москву пойдем. Вот так сейчас обстоят дела под Мариуполем. Студия. Спасибо, в Мариуполе Александр Пантелеймонов. У нас в студии, еще раз напомню, Николай Григорьевич Маломуш, человек очень авторитетный, человек, который пять лет возглавлял службу внешней разведки Украины. Скажите, у меня к вам последний вопрос. Хватит ли Украины сил для того, чтобы отразить возможное нападение? И второе, вот ваш прогноз. Вы сказали, что нужно сделать. Дай бог, чтобы это произошло. Международный контроль, смена формата, все понятно. Но чего ожидать в самое ближайшее время? Вот наши зрители чего боятся? Все-таки наступление боевиков или возврат к перемирию? Что возможно? Как раз боевики планируют расширить зону контроля по 17-18 объектам. Мы их назвали. От аэропорта Донецка, аж до Мариуполя, по Луганске, по Пескам, по Станице Луганской и тому подобное. То есть это весь периметр. Сейчас залог не на нашего успеха. Это укрепление, конечно, позиций по страдельским объектам. И давать ответ по всем, так сказать, темам, где звучит именно конкретное наступление, где идет бой, реально, а не стоять и ожидать. Но особенно важно, чтобы мы не наносили удары по жилым кварталам. Вплоть до того, чтобы исключить, даже если там есть боевики, удары по жилым кварталам, особенно в Донецком. Не донецчане сегодня звонят и просят, давайте прекратим огонь и со стороны Украины, и со стороны ДНР. ДНР мы не можем прекратить, но мы можем бить, конечно, по точкам боевиков, но не по мирным кварталам. Теперь, вот как раз сильная наша позиция в военном плане, а не пассивное ожидание и тому подобное, она предполагает то, что мы можем тогда выйти на реальный тактический формат переговоров. Прекратить огонь, потому что боевики будут чувствовать не успех, а реальные потери. Вот сегодня уже звучит, вот это предпосылка к тому, чтобы начать тактические переговоры. И все две страны согласовали, прекращаем огонь по всем направлениям. Или в конкретных пунктах, или по всему фронту позже. Это уже когда ОБСЕ включается и тому подобное. Затем выходим на Минск, а затем выходим на большой формат. Спасибо большое, спасибо за ваше мнение, всегда рады вас видеть. Спасибо, что были в студии. И как развивались события на этой неделе, наш корреспондент Роман Бачкало видел сам. Есть ли у нас с ними связь? Мы ждем буквально с минуты на минуту связи с Романом Бачкало, нашим корреспондентом, нашим военкором. Но пока что, думаю, что сможем поговорить с ним после сюжета. Его материал «Жизнь под пулями». Град! Позиции террористов, они вот здесь буквально уже... По сути дела, мы находимся на самой передней линии. Дальше уже просто нету. С 31-м блокпостом там ситуация самая сложная, они с трех сторон получаются. На 31-й блокпост сейчас попасть практически нереально без сопровождения. Спасибо ребятам нашим, которые сопровождают нас на замечательном бронированном автомобиле. Вот мы сейчас подъезжаем к какому-то посту, и пока не видно, какой над ним флаг. Может быть, сейчас придется быстренько разворачиваться. Ну и все, земля даже такая неприсыпанная. Вот в Град попал по дороге. Ну, нас, в принципе, машины на Градов не способны. Ну, ребята предупредили, что лучше бы спрятаться в газетах. Возвращаемся? Да, Серега, что же мы против Града обмахать шапками будем решать? Разворачивайтесь. И приятного вам путешествия в обратном направлении. Все на разворотке, да. Буквально нам осталось до 31-го блокпоста каких-то 100 метров. Я вижу жизнь из окопов. Я не знаю, наступают они, не наступают, но то, что обстрелы увеличиваются, инвестировано, что увеличивается, это точно. С 9-го числа, вот с 9-го числа, так каждый день, в течение суток, несмотря на светлое время, несмотря на ночь, то есть идет обстрел. У вас и тут, ну, рисковые силы, определенные, что это через Булкан улица. Да? Это 100%. Так, у них, только гуманитарство приезжает, сразу наступают. Вот там уже, скажем, за этой посадкой уже та территория, которой украинские военные не... Да, они бывают доходят. Группы работают регулярно. То есть всегда оперативные данные, что группы заходят, то есть ведется здесь ихняя диверсионная деятельность. Спланировано было заранее. То есть они сначала принесли вот это, мухи и все так, ну, дополнительно. А в чем было, ну, то есть они хотели бортпост наш выбить, да? Была разведка боя. И дополнительная задача это была... Огнемет, этот был не добыт в бою, этот был найден на их месте нападения. Это морская пехота, черный призрак. Есть такое подразделение России. Мне здесь свету нет, телефона нельзя здесь заведить. Благодаря волонтерам, что принесли генератор. Вот таким образом, я бы даже тут помыли. Ого, закончился свет. С первой ротацией, там, с весной, с летом стало, это на мою думку, стало гірше. Потому что они постоянно, постоянно, каждый полгода, стараются, я бы их назвал тараканы, стараются пролезть какую-то щелину и стараются нас хоть чем-то где-то уколоть, или как-то пчела, чуваса. Ну вот, на днях здесь произошел такой очень неприятный инцидент. На дороге был заложен управляемый фугас, на котором подорвался Урал украинских военнослужащих. Вот здесь был заложен фугас. И в тот момент, когда Урал был прямо напротив, да, сдетонировал и сработал заряд. Парень, который сидел на этом месте, вообще, я не понимаю, как он вообще остался жив, посмотрите, что превратилась в крыша. Он жив, но он на искусственном жизнеобеспечении. Я офицер-психолог с антитерористичного центра. А вы как намагаетесь допомогти? Ну, один ваш приезд, это уже свято. Самое лучшее, просто сказать, что мы их любим, что я тут, и все, хлопцы, завжди, вот бачите, мне кочки сразу свитятся. Вот это вот окраина станицы Луганской. Все, дальше уже дорога закрыта и в эту сторону, и туда. Вот за этой посадкой буквально уже начинаются позиции боевиков. Станицу Луганскую обороняет тактическая группа 95-й квартал. Основной костяк, который составляет Криворожане и жители района. Хочем запевнить весь Криворожский регион и всю Украину разом, и Верховную Раду туда и сами, что мы гадов не пропустим. И будем гнать туда дальше, на север, к их друзям. Вот это идут разведчики, они только что вернулись с боевого задания и успокоили нас тем, что, по крайней мере, там сейчас чисто. Ну лица у вас невеселые, ребята, вообще невеселые. Да, но еще и так полаботали, что мало не подпочит. Только тут ночью отработали. Да, вывалил одобрять. Хорошо вывалил. С тех пор, как обстрелы усилились, стало понятно, что надо прятаться под землю, зарываться. И вот теперь будут ребята жить в землянках. Тамарки нет, ничего нет. Стоим просто охраняем. Ждем, пока прилетит снова. Ждем, прилетит, либо приедет. Что-то одно из них. Я так сподіваюся, что, возможно, весной ему пиде в нас, закрием то питание уже не завжди. Потому что то действительно всех уже достало. Мы хотим сказать Путину, что мы вести, что он геноцид творит против своего народа. Я очень прошу, чтобы он своя хлопца не обливал кровью и сам себя не обливал. И дам нам спокойствие. Мы все равно вести, мы дадим до конца. А мы переможем. Мы не переможные народы. Хочу передать привет своей семье, своим детям, женке. Иночка, люблю тебя очень сильно. Жди, заяц, я вернусь по любому. Я даю привет всей своей семье и своим родственникам. Ждите, мы все целые вернемся. Слава Украине! Героям слава! Ну и какие по этому поводу есть данные в Москве? Вот давайте узнаем прямо сейчас. У нас на прямой связи Павел Фильгенгауэр. Авторитетный российский военный эксперт. Один из немногих, кто в этой ситуации может позволить себе оставаться объективным. Скажите, вы следите за тем, что происходит на Донбассе, за действиями боевиков. Вот что вы можете сказать, хватит ли у боевиков сил для наступления? Сами по себе полченцы, это прекрасно понимают, в том числе и военные здесь, в Москве, что это вооруженный сброд, по большому счету. Это не то, что там все люди какие-то такие плохие, но они там командиры довольно-таки плохо подготовленные, и хорошо организовать общий войсковой бой, тем более на уровне соединения, а это нужно для того, чтобы начать какое-либо организованное наступление. Эти полченцы не в состоянии. И они вообще-то бы хотели идти во втором эшелоне, то есть впереди, чтобы шли регулярные российские войска, а эти ребята во втором эшелоне будут освобождать города, где есть еще отделение банков и банкоматы, и много чего другого интересного. Так что большое наступление может быть только результатом, если в бой пойдут российские вооруженные силы, по большому счету. Подождите, а вот по вашей оценке такое решение может быть принято о прямом военном вмешательстве? Будет такое решение принято или нет, я не знаю, когда оно будет принято. Думаю, в ближайшее время, скорее всего, нет. Боенно-технически сейчас Россия готова к серьезной операции против Украины, но я не думаю, что будет принято такое политическое решение. А вот какая будет ситуация там к лету, сейчас сказать просто нельзя. Ну хорошо, еще один важный вопрос есть. Вот у нас много говорят сейчас и политики, и в соцсетях о том, что если перемирие сорвано, то нужно украинской армии переходить в наступление с военной точки зрения, исключительно с военной. Насколько это оправдано, насколько это нужно? Ну, в принципе, конечно, возможно, но только не очень разумно. Я думаю, это в Киеве прекрасно понимают. Как вот пытались в течение лета, наращивая усилия, почти уже разгромили ополченцев, в общем, или повстанцев в Донбассе. Там Луганский и Донецк были практически окружены. В общем, там оставалась несколько недель другая, до полного краха вот этой Новороссии. И тогда вмешалось, российские такие войска перешли границу. И после этого уже впрямую, мне было это понятно, что это произойдет неизбежно. Если будет угроза гибели военного разгрома ополченцев в Донбассе, Россия вмешается. Это сейчас об этом говорил уже и впрямую наш президент Владимир Путин, что мы не допустим их разгрома. То есть любое наступление, если оно будет успешным, то тогда вмешается полномасштабная Россия. В военном смысле Украина слабее, и не только в количественном, но и пока что и в качественном. Хорошо, но а что дальше? Пока, как вы говорите, боевики наступать не могут, Украина наступать не готова, Ваш прогноз? Продлится вот эта неопределенность, которую мы называем перемирием? Ну, в принципе, какое-то перемирие возобновить можно. Но оно все равно будет неустойчивым. Поскольку, говорю, что для полченцев вот такие вот провокации и столкновения, они не могут проиграть. Они либо они чего-то добиваются, это хорошо, либо они терпят поражение, тогда вмешивается Россия, они снова выигрывают. То есть они не могут проиграть сейчас. И они это прекрасно знают, что они, по сути, стали уже российским протекторатом, де-факто военным протекторатом. И уговорить их совсем не нарушать перемирие будет сложно. Но какой-то видимость перемирия, наверное, будет продолжаться, я думаю, скорее всего, политического решения на большую эскалацию такого решения нет в Москве. Ну и, наверное, его нету в Киеве, потому что Украине это совсем невыгодно. Но нету его и на Западе. Так что я думаю, что будут нервы мотать, ну и людей убивать. Но все-таки примерно на том же фронте, что и сейчас. Понятно, спасибо большое. Вот так ситуация ведется из Москвы. Напомню, с нами был Павел Фельгенгауэр, авторитетный российский военный эксперт, человек, который многое знает о планах Кремля. Ну и давайте прямо сейчас с Волновахой еще раз поговорим. Андрей, вы в эфире, мы готовы вас услышать. И скажи, пожалуйста, вот тут наши эксперты о каких-то серьезных военных материях рассуждают. Что важно для тех людей, которые рядом с тобой? О чем они говорят? О чем они спорят? Ну вот наш эфир в Волновахе активно смотрит. К нам присоединяются люди. И вот сегодня к нам присоединился даже активист из Львова, который вез в Бугас нашим военным кутю. Расскажите, как дорога? Что такие вот препятствия были? Ну, значит, в чём мы справа, то мы привезли нашим хлопчам кутю. И когда мы раздавали кутю, по нас было выстрелено три снаряды. Так что я у полного колена, я лимит, и мы там втекли. Як вас тут встречают? Расскажите. Не, ну тут все нормально. Тут есть хорошие люди, они дают, принимают. Тут есть где помыться, отдыхать, дадут, ездить. Так что тут все доброе. Слава Украине! И вот я хотел бы ещё вернуться к местным жителям, которые, когда смотрели репортажи моих коллег из «Горячих точек», вот они активно это обсуждали. Вот у нас есть две женщины, которые говорят, как возможно достичь мира. Ну, вот, собственно, как думаете, кто должен сделать первый шаг? Первый шаг? Ну, лично мы, мамы, бабушки, мы устали от этих взрывов жить в вечных переживаниях. Не столько за себя, сколько за детей наших. За внуков. И вот, ну, хочется сказать этому Путину. Иди, геть, с Украины! Не понимаешь по-украински? Кажем по-русски. Пошел вон! Вот и все. Геть с Украины! Путин, геть с Украины! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Мы Украина, мирулюбила краина. Мы не хотим, чтобы наша краина, чтобы агрессор путинский пришел до нас. Наша краина, наш Донбас, это наша батьківщина. Путин, геть с нашей Украины! Спасибо большое. Ну, Дима, наша сім'я, и мы в себе, и мы в себе розберемся. Рано чи пізно ми дойдемо до певного святимирного святого порозумения. И все будет добре. И никто не має права чужих пхатися в нашу семью. Украина єдина, була є і буде. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Вот, Дима, вот такой вот эмоциональный у нас ефір. И люди продолжат высказываться, и мы внимательно слушаем вашу дискуссию. Спасибо большое, что с нами. Мы тоже вас поддерживаем. Спасибо большое, что смотрите. У вас будет возможность задать вопросы нашим гостям во втором часе. Я хочу напомнить, что мы будем далее говорить о реформе ГАИ. Стоит ли его реформировать или все-таки разогнать? Есть еще важный вопрос. Почему Янукович может избежать наказания? Ответим на него ровно через 8 минут после рекламы. Вечер добрый. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем. И в этом часе обязательно поговорим о реформе ГАИ. Что же все-таки делать с этим подразделением. Поговорим о том, что ожидает Януковича. Окажется ли он под судом. Узнаем эксклюзивные подробности от той экспертизы, которая проводится по делу о гибели малазийского Боинга и украинского Ил-76. Ну и начнем. Начнем с новости недели. Имена украинских чиновников появились на сайте Интерпола. С пометкой «Разыскивается». Ну вот, посмотрите. Рядом с убийцами, мошенниками, автоугонщиками теперь и те, кто считал себя хозяевами жизни. Парадные портреты Януковича и Азарова, еще не так давно украшавшие сайты органов власти, сейчас в базе международного розыска. Ну вот, что интересно. Украина направляла данные на 22 человек. Но пока что красные карточки предъявлены только 10. С самыми громкими именами. Виктор Янукович и его старший сын Александр, Николай Азаров, Сергей Курченко, Сергей Арбузов, Раиса Богатырева, Эдуард Стабицкий, Юрий Колобов. Вот только что удивительно. Во-первых, среди этих фамилий нет тех, кто разгонял Майдан у того же бывшего главного милиционера страны Виталия Захарченко. Есть еще один, ну, скажем так, странный момент. Вот посмотрите, преступления, в которых обвиняют и Януковича, и других бывших чиновников, они экономические. То есть обвинения не связаны с преступлениями против Майдана. Ну, можно сказать, какая ему разница, главное, чтобы их задержали и под суд отдали. Но, как говорят эксперты, не все так просто. Почему? Давайте разберемся прямо сейчас, вот незадолго до этого эфира. Мы связались с человеком, который три года возглавлял Украинское бюро Интерпола. Кирилл Куликов. Вот что он рассказал. Кирилл Борисович, вечер добрый. Скажите, а чем объяснить, что Интерпол выставил красную карточку только сейчас? Ну, практически год спустя. Вот это в Леоне тянули или это в Киеве тянули? Первый раз предоставили материалы достаточно непрофессиональные. Поэтому первый раз эти материалы были предоставлены. И Интерпол не имел никаких, я думаю, особых соображений. Он просто посмотрел их по соответствию и требованиям. Материалы требованиям не соответствовали, соответственно, отклонили. Второй раз были переданы материалы по совершению преступления коммерческого, злоупотребления финансами. И они были уже приняты. Потому что они, насколько я понимаю, в Генеральном секретариате не особо разбирались в деталях этого процесса. То есть более профессионально подготовленные материалы были объявлены. Мне кажется, что в этих деталях дьявол и кроется. А в чем именно проблема? Что за детали? Ну, вот эта формулировка обвинений, она и нас мутила. Но многие скажут, а не все равно ли, по какому обвинению арестуют Януковича? Это колоссальная разница. Это колоссальная разница не только для самого Януковича. Это колоссальная разница для правоохранительных систем. Коммерческие преступления, они всегда являются достаточно спорными. Я думаю, тут сразу образуется колоссальная мива деятельности для адвокатов Януковича. Берем, что Януковича задержат и экстрадируют. Его можно осудить только по статье, по которой он был экстрадирован. Это значит, что только за то преступление, которое указано сейчас в базе розыска Интерпол. То есть злоупотребление финансового особы. То есть все остальные статьи, в данном случае мы перечерли. То есть это что значит, что мы дали ему индульгенцию по этим вопросам? Ну, подождите. Такую же индульгенцию можете Януковичу и Кремль выписать. Вот отказаться выдавать и все. Найти тысячу причин. Россия может не выдать Януковича только по одной причине. По причине того, что Янукович является гражданином Российской Федерации. Вот тут тогда должна включиться наша правовая юридическая система, наш Минюст со всеми набранными ныне легионерами. Которые должны просто доказать факт, что Янукович не мог получить российское гражданство. Потому что основной проблемой для получения является то, что в отношении него было возбуждено уголовное дело. А есть ли какая-то ответственность, если страна не выполняет правила Интерпола? Ну, другими словами, есть возможность надавить на Москву? Инструментов как таковых нет. Все являются членами конвенции, которую подписали уставы Интерпола. Все обязаны выполнять свои, скажем так, взятые на себя обязательства в соответствии с этим уставом. Очень часто находятся различные причины, как не выполнить эти обязательства. Тем не менее, другого интересанта, другого инициатора, кроме Украины, нет. Поэтому мы должны свои действия выполнять четко, сами, рано или поздно, при любом условии, эти действия дадут результат. Я в этом уверен на 100%. Ну что ж, спасибо большое за разговор. Кирилл Куликов, человек, досконально знающий о том, что происходит в Интерполе и как там принимаются решения. Ну вот такая информация от человека, который возглавлял Украинское бюро Интерпола. Все-таки хочу сказать, что в свое время, я когда был в ГАГском суде, разговаривал неофициально со многими чиновниками, следователями. И они говорят, что дело Януковича и там находится. И по их практике, даже если 5-10 лет проходит, то те, для кого они приготовили камеру в ГАГе, все равно ее занимают. Ну, возможно, и так будет. Я хочу гостю пригласить. К нам только что подъехала Евгения Закревская. Адвокат, человек, которого называют адвокатом Небесной Сотни. Женя представляет семьи тех, кто погиб на Майдане. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. Скажите, ну вот, в продолжение нашего разговора, а вы верите, как человек, как активист, как юрист, что Янукович и те, кто отдавал преступные приказы, не просто стрелочники, не просто убийцы, но вот те, кто отдавал преступные приказы, там, тот же министр внутренних дел, тогдашний Захарченко, окажутся на скамье подсудимых? Я не просто верю, я в этом уверена. И пусть в это поверят и запомнят это те, собственно, кто расследует и в отношении кого это все расследуется. Преступления против человечности не имеют срока давности. И вы правильно сказали, что подано в ГАСКИй трибунал от Украины заявление о признании юрисдикции на период действия этих событий. И, следовательно, сколько бы ни прошло времени, Янукович и Ижи с ним все равно будут привлечены к уголовной ответственности за преступления против человечности, то есть за преступления, которые совершили в период событий этих. Если говорить даже не столько о Януковиче, хотя вот я зря не взял на эфир газету «Зеркало недели», проводили они социологический опрос, и большинство украинцев сказали, что по прошествии этого года они, то, что вызывает у них беспокойство, люди обеспокоены даже не столько отсутствием борьбы с коррупцией. Вот самое первое было названо, большой социологический опрос, отсутствием результатов, что Янукович и прежнее руководство не привлечены к ответственности. Но вот даже если не о них говорить, говорить о тех, кто стрелял, сейчас, вот, как вам кажется, сейчас насколько установлены имена, фамилии тех, кто стрелял? Насколько вообще мы понимаем, что происходило тогда на Майдане? Вы родственники тех, кто погиб? Ну, частично мы понимаем и имеем представление о том, что происходило. То есть, известно, что часть людей была расстреляна из сектора, в котором находился спецрота «Беркута», спецрота «Садовника». Часть из этих людей предъявлено подозрение. В отношении двоих из них через некоторое время дело будет передано в суд. Вот. И помимо этого сектора, то есть в этом секторе стреляли, стрелял «Беркут». Из этого «Беркута» частично некоторые люди установлены, некоторые не установлены. И некоторым еще не предъявлено подозрение, в этом направлении ведется работа. Помимо этого, не только из этого сектора стреляли. Это тоже установлено. И в этой части тоже ведется следствие. Жень, простите, я вас привык, я правильно вас понял, что вот та версия, которая активно обсуждалась после революции, после прихода новой власти, что была еще и третья сила, что не только «Беркут» стрелял, что еще кто-то стрелял. Это версия находит подтверждение. Да, я не могу назвать это третьей силой или второй. То есть, да, да. Ну, не будем давать оценок, но стреляли еще. Стреляли не только из сектора, в котором находился «Беркут». Ну, это... В этом есть много подтверждений, и параллельно наше расследование это подтверждает. И прокуратура это не отрицает. Они ведут расследование в этом направлении. Просто там еще нет подозреваемых. И результаты, которые можно показать... То есть, если по «Беркуту» есть фамилии, то по тем, кто стрелял со стороны? Да, там нет фамилии. А что касается «Беркута», как эти вот расследования? На самом деле, сейчас, вот после того, как начали собирать подписи за отставку Еремы, я боюсь, что сейчас очень быстро передадут самое горячее дело в суд. Я считаю, что это преждевременно. Я очень бы не хотелось, чтобы общественность давила именно на скорость, а не на качество. Вы же понимаете логику общественности. Люди хотят результата. И тем не менее, результат должен быть качественный. Дело не просто должно уйти в суд. Оно там должно завершиться обвинительным приговором. Оно не должно там рассыпаться. Там должно хватить доказательств. Доказательства должны быть правильно, нормально собраны. Все потерпевшие, все раненые должны получить удовлетворение, а не быть потерянными просто потому, что вот сейчас мы отдаем дело только по «Беркуту», только по убитым. То есть это неправильно. Я не считаю, что это вот такие поспешные, поспешная передача дела в суд. Это логично и это правильно. Я категорически тут не согласна с общественностью в том числе. Давайте мы продолжим разговор после сюжета. Вот на следующей неделе я хочу напомнить нашим зрителям годовщина первых убийств на Майдане. Два человека, Михаил Жизневский и Сергей Нигоян. Первая жертва. Наш корреспондент видел, как сейчас живут их семьи. Кто ему право уйти? Кто? Я бы не давала такого права, чтобы он ушел. Он не ушел. Каждую неделю мама Михаила Жизневского приходит на могилу сына. На кладбище в белорусском Гомеле. Вокруг все заставлено венками. К кресту привязан большой украинский флаг. Каждый раз Нина Васильевна ставит цветы, протирает портрет и долго молчит. Я просто хочу, чтобы эта тварь, которая нажала на спусковой курок, услышала мои слова. Что я хочу эту тварь увидеть, посмотреть ему в глаза, кто это сделал, и плюнуть в хару. Белоруса Жизневского убили на украинском Майдане. Его семья сейчас переезжает в новую квартиру, купленную на деньги, собранные украинскими волонтерами. А это Миша, самый маленький, его первые шаги, перед школой уже Миша. Угу. Вот. Все, Миша, видите, вот, вот, три годика этому уже, пять лет. Фотографии Миши родители нашли, когда перебирали вещи, уже после смерти. Снимков с Майдана нет. Жизневского застрелили 22 января на улице Грушевского. Тогда не делили по национальностям. Все были просто майдановцами. Прощались с Жизневским в Михайловском соборе. Пришли десятки тысяч человек. В день первого расстрела на Грушевского смертельные ранения получил и Роман Сенек. Спустя несколько дней он умер в больнице. Пуля настигла еще одного майдановца Сергея Нигаяна. Он умер на месте. Предварительное заключение от кулевых ранений. В напряжении 10-15 минут на расстоянии наступила биологическая смерть. После смерти единственного сына мать Нигаяна серьезно болеет. Поэтому на могилу в основном приезжает отец. На памятнике фотография с Майдана. Иногда не верится. Иногда не верится. Вот так думаем, думаем, может где-то вернется. На самом деле не верится. А потом чуть-чуть время проходит, доходит, что нема его. Ну, очень плохо. В Киев Сергей приехал из Днепропетровской области. Даже близким сначала ничего не сказал. Последний раз созванивался с родителями за несколько часов до гибели. В родной школе Нигаяна установили памятную табличку и готовятся открыть музей. Убийцы Нигаяна, Жизневского и Сеника не найдены. Сначала расследованием занималась милиция. Сейчас генпрокуратура. Следователи выяснили, Сеник во время ранения находился посредине улицы. Жизневский прятался вот здесь, между двумя сгоревшими автобусами. А где именно был убит Нигаян, до сих пор не удалось установить. И вообще, многие обстоятельства гибели активистов на Грушевского все еще неизвестны. Чтобы восстановить полную картину произошедшего, проводятся допросы активистов и сотрудников милиции. Но нет даже подозреваемых. Конца следствия пока не видно. В МВС не збереглись документы, которые свидетельствуют о том, какие самые подозревшие, в каком месте перебывали. То есть, они не складывали их, або их снищили. Одна из главных версий следователей первой смерти не случайная. Это попытка запугать Майдан, заставить его отступить. Это могли быть именно спровокированные убийства для принятия каких-то решений по принятию законодавчих актов, по вызнанию надзвичайного стану. Чи загалом для того, чтобы экскаловать этот конфликт какой-то третьей стороной. Уже известно, Нигаян был убит картечью. Жизневский из нарезного оружия. А в Сеника стреляли специальной пулей, предназначенной для остановки транспортных средств. В магазине такие патроны купить нельзя. Это специально разработан патрон, латунный патрон с остальным сердечником. Они на вооружении только у милиции. Это спецсредство, обычный человек его купить не может. У кого из сотрудников милиции было на руках такое оружие? Кто давал команду стрелять и какими патронами? Вопросы без ответов. На запрос об интервью в МВД в течение недели так и не ответили. Главные вакунации – это Янукович, безумовно. И он добавил козилки, телефонные, устные, или, возможно, по корове. Олег Усий тогда руководил медицинской службой Майдана. Говорит именно в середине января. Стало понятно – власть пойдет до конца. Такая межа, по сути, можно сказать, противостояния и понимания того, что мы будем идти до конца. И борьба, на самом деле, в Украине начинается очень жесткая с режимом. Сначала за ходом расследования родственники внимательно следили. Но с каждым днем они теряют надежду, что виновные будут наказаны. Расследование, по их мнению, специально затягивают. Родители Жизневского с ходом расследования Генпрокуратура вообще не знакомят. Адвокаты тоже давно не звонили. Единственное – отцу и матери из Киева передали личные вещи Михаила. Те, что нашли в карманах. Его недокоренная пачка сигарет. Она всю жизнь остается со мной. Он и век. Это его кошелек с денежками. Там от 45-х день. Сейчас родственники Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника готовят поминальные обеды. Они пройдут на следующей неделе. На могилы своих братьев по Майдану приедут сотни активистов. Вениамин Трубачев, Марьяна Бурякова, Лариса Задорожная и Наталья Грищенко. Подробности недели – телеканал «Интер». Ну вот такие три истории, в которых больше вопросов, чем ответов. Трагическая дата на следующей неделе. У нас Евгения Загревская, адвокат «Небесной сотни» в студии. Жень, у меня есть время только на один вопрос. Я хотел бы спросить вас. А вот то, что мама, то, что папа говорили, они не верят в то, что найдут убийц. И вот неофициально за кадром они говорили о том, что, по их мнению, убийц беркутовцев покрывают. Я могу вас прямо честно спросить? Это так? Дело в том, что я не могу сказать, что покрывают именно убийц конкретных. Но то, что беркут оберегают от расследования, то, что беркут, скажем так, не дают нормально допрашивать, то, что те беркутовцы, которые необходимы были следствию для расследования в генпрокуратуре и направлялись в АТО, то, что львовский беркут, который стоял, собственно говоря, по свидетельским показаниям, установлено, что они там именно стояли. То, что часть из них готова была давать показания, и та же часть давала показания по другому эпизоду против своего руководства. Но поскольку это не имело никакого нормального логического продолжения, это не привело к предъявлению реальных обвинений и, скажем так, задержанию преступников, а та информация, которую неофициально получали и получаем мы сейчас, она не будет, ее не расскажут следствию, потому что беркутовцы, которые готовы даже давать показания, они не имеют защиты. Жень, простите, а кто пытается вот это все скрыть? Кто их покрывает? Ну, очевидно, что вертикаль МВД, естественно. Нынешние власти? Естественно, нынешние. Естественно, уже при нынешней власти, когда в мае месяце, тут почему связь, Львовский Беркут, почему я к нему постоянно обращаюсь, потому что он стоял в этот период, он стоял на Грушевского, и там многие знают, что происходило. Так вот, Львовский Беркут, когда подожгли базу Львовского Беркута, тоже 20 февраля, и когда один из беркутовцев стал давать правдивые показания, потому что погибли свои же, и пытались это свернуть на майдановцев, вот, и были четкие, четкие подозреваемые, четкие, что подтвердила экспертиза, одному подозреваемому дали убежать, вот, а остальным, остальным просто не предъявлено подозрения. То есть больше никого прокуратура сейчас Львова не пытается привлечь, и при этом, естественно, что убежать давала не прокуратура, а МВД, вот, и это же мы видим, то же самое с нашей спецротой, вот. То есть бег... Дай Бог, дай Бог, чтобы это все поменялось. Спасибо, что были в нашей студии, и Вам спасибо огромное за то, что помогаете маме Жизневского, ну, вот, мы видели ее в сюжете, я не знаком с ней лично, с ней знакомы наши корреспонденты. Спасибо огромное, что помогаете этой семье, я напомню Женя, адвокат в том числе и семье Михаила Жизневского. Спасибо большое, что были в студии. Это подробности недели, мы в прямом эфире, мы продолжаем. Еще одна важная тема, тема этой недели – мобилизация. Ее разделят на два этапа. Первый с января по апрель, второй с мая по сентябрь. За это время призвать планируют до 100 тысяч человек. Всех военнообязанных, в том числе и женщин, старше 25 лет. Задним лишь исключением, мужчины, которым за 50, пойдут в армию только, если они согласятся сделать это добровольно. Повестки не должны присылать, вот тут важный момент, многодетным отцам, священникам, тем, кто учится в вузах, кроме заочников, и тем, кого врачи признают негодным к службе. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мобилизации не будет, а вот тех, кто живет в освобожденных городах и селах, призовут. Ну а дальше, дальше, 26 суток в учебках. Военные уверяют, неподготовленных людей в зону АТО отправлять не будут. Мол, сначала проверят, способны ли новые бригады выполнять задачи, ну а если нет, отправят на переподготовку. Важный вопрос, а не придется ли тем, кого сейчас призовут воевать лишь в том, что купят родители или сыгрут волонтеры? У нас из Житомира на связи должна появиться Юлия Толмачева, активистка, которая занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам в зону АТО. Дайте связь, пожалуйста. Есть? Есть, есть, да. Вечер добрый. Скажите, да, видим вас, слышим вас. Спасибо большое, что присоединились. Скажите. Добрый вечер. Главный вопрос. Я знаю, что вы очень много нашим ребятам, которые в зоне АТО привозите помощи, привозите одежды, привозите всего, что нужно им там. По вашим данным, по вашим ощущениям, не случится ли так, что те вот там 106, 104 тысячи, 100 тысяч человек, которые призовут сейчас, они останутся голые боссы и будут воевать в том, что вы им будете привозить? Еще в сентябре месяце представители Министерства обороны заявили, что наша армия, наши солдаты полностью обеспечены бушлатами, зимними берцами, обеспечены буржуйками, но уже сейчас середина января, а мы по сей день возим ребятам в зону АТО на передовую и теплые вещи, возим также и теплые берцы, возим также по сей день буржуйки, еще не все обеспечены. Потом звонят ребята, которые находятся на полигоне и говорят, что они раздеты и разутые. Вчера буквально мне звонили ребята из Киевской области и сказали, что им выдали только бушлаты, которые короткие рукава, летние бушлаты, совершенно не теплые и короткую форму, рукава короткие у них и штаны короткие. Ну, то есть, я думаю, что это все ляжет на плечи волонтеров, опять же мы будем возить, опять все будет начинаться по новой, как в мае месяце. И, судя по заявлению людей из СНВО, недавно, буквально на прошлой неделе они сказали, что вот люди будут возвращаться, а бронежилеты, каски будут сдавать и это опять будет выдаваться новым бойцам. Но они забыли, наверное, что практически 80% бронежилетов, касок, это все покупали родители, это все привозили волонтеры, это собирались целыми селами для того, чтобы купить одну какую-то кевларовую каску. Также сегодня ко мне пришла волонтер с госпиталя, попросила для бойца в Дебальцево, срочно нужна кевларовая каска. То есть, по сей день у ребят нету касок, у ребят нету тепловизоров, то, что жизненно необходимо, приборов ночного видения. Я еще практически нигде не слыхала, чтобы выдавали тепловизоры, приборы ночного видения. Мне кажется, что это будет все на плечах волонтеров. Юль, то есть, вот те 100 тысяч, которые могут прийти вот в эти два этапа мобилизации, получится, что им придется за свои деньги что-то покупать или вам придется опять им привозить все, что нужно для службы? Я думаю, что это так и будет. Единственное, если что-то поменяется в структуре Министерства обороны и та гуманитарная помощь, которая приходит сейчас массово с разных стран, она будет раздаваться и будут снабжаться наши бойцы. Но, честно говоря, я мало в это верю. Спасибо, что присоединились к нам. Юлия Закревская была на прямой связи из Житомира, активистка, человек, который занимается сбором доставки. Юлия Толмачева, да, была с нами на связи, человек, который занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам в зоне АТО. Юль, я не могу вам, я здесь в студии, вы на связи, я не могу вам руку пожать. Но огромное вам спасибо, что помогаете ребятам. Наши военкоры рассказывают, что очень многие вам благодарны, хотя вы стараетесь нигде не появляться. Наверное, это один из первых эфиров, когда вы вот так вот в новостях. Спасибо огромное. И есть важный момент, хочу о нем вам рассказать. Вот в социальных сетях распространяется текст, многие видели, якобы официальное заявление, как можно законно отказаться от мобилизации. Мол, раз нет военного положения, значит и призвать никого не могут. В Минобороны пояснили, что этот документ, который вот сейчас в социальных сетях распространяется, он не имеет юридической силы. А привлечение военнообязанных к антитеррористической операции без введения военного положения, мол, предусмотрено законодательством, в частности, законом о борьбе с терроризмом. Ну вот, кроме того, подавая такое заявление, скопированное из интернета, человек сам расписывается в том, что намерен уклоняться от мобилизации. Что интересно, здесь важный момент, вот просто прислушайтесь. Повестка о мобилизации должна быть вручена лично в руки гражданина, которого призывают. Если это требование не соблюдено, то человек имеет полное право не являться в военкомат. По крайней мере, вот так, на брифинге, который состоялся на этой неделе, сообщил представитель генштаба, генерал Талалай. Его цитируют информагентство, вот в частности, еще одна цитата. Если на коричке расписался другой человек или повестка была брошена в почтовый ящик, то она не считается действительной. Далее, изнанка мобилизации. Сюжет глазами Елены Механик. Больше ста дней на передовой. Он один из тех, кого мобилизовали в конце лета. Защита Отечества это определенный экзамен. Если мы в школе сдаем алгебру, химию, геометрию, то во время войны Защита Отечества сдаются экзамены мужества, доблести, чести и преданности. В 28-й механизированной бригаде теперь ждут, когда новые силы пополнят украинскую армию. Те, кто просидел в окопах больше полугода, наконец-то поедут домой. Военкомы уже готовятся к отправке на фонд новичков. Все призваны по мобилизации. Они держат его постоянно. А, ну, отстреляли в Станичную Уганскую. Да, там убили двух человек. У меня уже где-то там в сердце ёкает, потому что я их всех лично видел. Полковник Катынский военком особого региона. В Тернопольской области две волны мобилизации прошли гладко, а вот с третьей не заладилось. Дуже богато людей ховалось от захиста Батьковщины. Дуже багато было выступов и матерей, и тех, кто непридатных до военнослужбы, то, что шло в саботаж. В нашем регионе досить багато людей працюют на сегодняшний день в России. Якщо и дуже багато людей зараз находятся на заработках, и они, відповідно, коли приезжали на ці лізьвяне свята, то, відповідно, під впливом тех же засобів масової информации Москви, вони, відповідно, йде розповсюдження тут информации. Если в начале всеобщей мобилизации в военкоматах Тернополя не знали, что делать с наплывом добровольцев, то теперь не знают буквально, как достучаться в закрытые двери домов многих призывников. Напевно, 50% жителей Тернополя района мы уже выписывали поиски 3-4, декому по 5 раз. Багато людей бояться, багато людей не вірять. Причин ктось не відкриває двери просто, когось батьки не відпускают. В селах проще. Если мобилизованный обеззали, то Терорестович один из таких. Такому гостю не в каждом дворе рады. Председатель своих призывников знает на перечет. И тех, кто уже на передовой, и тех, кто туда не ногой. А это соседняя Стернопольская область, Ривненская. Тут в некоторых селах сильная половина не сильно разговорчива, когда речь заходит о грядущей мобилизации. Кто идет, куда вызывают, военкомат, а кто еще не идет, и все. Короче, мое плетик. Не считаю, что это их. Не знаю. Может, кто-то все, все. В восточных областях тех, кто уклоняется от службы, не меньше. На тех, Кому в военкоматы идти не охота, милиция объявила охоту. Двоих уже осудили на два года. В обеих случаях это были зрели мужчины, у которых есть семьи. И они объяснили свою позицию тем, что если они покинут свою местность, свое проживание, то их семьи остаются без любого остатка. Дружины и дети остаются без допомоги. Военные уверены, все дело в законах. Если их не сделать жестче, от армии будут продолжать косить и дальше. На них написано повестка. На документе написано, но юридично это не тот документ, по которому мы его призываем. Это документ на оповещение. Эти части не долуются нашего законодательства, потому что практика других стран говорит о том, что закон четко визначает штрафные санкции, и они довольно высокие. Штрафные санкции в разе неприбутя при оголошении мобилизации. Даже там от десятков тысяч до криминальной ответственности. Ну а те, кто на передовой, считают законы законами, а решение должен принять каждый сам для себя. Сможет ли он жить спокойно, когда его родину разрывают на части? Мы можем спрятать всех своих сыновей, детей под юбку, мужья, женам и говорить, что мы там вот такие грамотные. Но тогда они никогда не сдадут экзамен чести, доблести и мужества. Верности, преданности. Никогда. Ну вот такой взгляд на проблему этой недели. Я даже попросил, мне в студию принесли те повестки, которые сейчас разносят в разных городах, в том числе и в Киеве. Важная тема. Наверняка многие о ней говорили на этой неделе. Вечер добре, Олег Клешков в нашей студии. Влежа, я с вами про политику хочу поговорить много, но просто если прокомментировать этот сюжет, скажите, а что вы думаете про то решение, которое было ухвалено про мобилизацию? И вы слышали, у нас тут просто волонтерка включалась и сказала, что эти 100 тысяч, которые пойдут на фронт, им самим доведется себе все купить. Я думаю, что правда проблема у нас масса, и если бы не наши волонтеры и все эти небайдужие граждане, то, очевидно, ситуация в армии и обеспечения была бы значительно сложнее. Но в одночасье я не сказал бы, что все пропало и все так погано. Давайте помнимать, в 2015 году 83 миллиарда гривен на бюджет, и тут завдание правоохранных органов, бюджет на військовую сферу, на оборонную сферу, и тут завдание правоохранных органов и громадственности проконтролировать, чтобы эти деньги за призначение. Вы знаете, у нас великие гроши в бюджете закладаются, потом... Так вот, чтобы не было потом, это мы должны все контролировать. И второе, вот я смотрел сюжет по мобилизации, нужно помнить одну простую речь. Нам нужна сильная армия, только тогда мы сможем защитить свою страну. Раз. Другое, много кто из хлопцев, тысячи, тысячи, там стоят с весны. Они уже полтора и больше, их нужно заменить. Бо людина втомлюется, так же, как метал втомлюется, людина еще быстрее втомлюется. И третье, вот до человеков, которые ховаются, да, я хотел бы сказать, что человек, как раз для того, чтобы защищать свою семью, свою дитину, свою жену, свою батьковщину. А вот, что до принципов мобилизации, вот тут абсолютно правильно люди ставлять питание, что, если кликать на фронт, то, в первую очередь, добровольцев, тих, кто имеет опыт поводжения с оружием, тих, кто имеет опыт о горячих точках, а не 18-летних пацаней, зловили десь там біля Генделика и потягнули на фронт, не давши им ни автомата, ни бушлата, ничего. И, кроме того, хочешь быть начальником милиции на фронт, хочешь быть прокурором на фронт, хочешь быть главой судов на фронт, ой, через зону АТО хай проходят выправления. АТО, там, подивайся, у нас 170 тысяч працівников милиции, из них только 10 тысяч пройшли через зону АТО. А где все другие? На базарах бабьев дядей гоняют за то, что торгуют в неположенном месте, взятки берут, криминальные справы порушуют. Оттуда, на фронт. Дякую, улажаю. Мы маємо прорватися, я з вами с задоволенням продолжу розмову. Мы прервемся на ровно на 10 минут на рекламу, для того, чтобы после нее продолжить разговор с Олегом Ляшко. Поговорим обязательно о политике, на этой неделе много поводов. Ну, а еще после этого обещаю интересный разговор о реформе ГАИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем. И главные темы, важные темы, о которых поговорим в течение ближайшего полчаса. Реформа ГАИ. Обещаем острый и интересный разговор. Далее мы узнали эксклюзивные подробности о том, как проводится экспертиза по гибели малазийского Боинга и украинского военно-транспортного самолета. Тоже все расскажем, ну, буквально через 5 минут. А пока что напомню, у нас в студии еще до рекламы появился Олег Ляшко. Лежа, витаю еще раз. Может, у нас кто-то проедна все на рекламе. И поговорить я хотел о политике. О политике, о которой на этой неделе мы с вами спорили и о которой очень много писали. Ну, вот, в частности, только статью Сергея Лещенко с «Украинской правдой» хочу вам показать. Журналист, которого многие заслуженно уважают. Он пишет о том, что происходит в закулисье Рады. Пишет о том, что пока в обществе стараются показать единство, политики, причем даже внутри правящей коалиции, не скрывают противостояния. Вот не прошло и полгода после парламентских выборов, а в зале все сложнее собрать нужное количество голосов депутатов. Для принятия даже тех законов, которые, ну, к примеру, увеличили бы доходы бюджета или сократили бы потери от коррупции. Что происходит с коалицией? Поговорим с Олегом Ляшко. Лежа, скажите, будь ласка, ну, те слова, какие зараз там Сергей написав на «Украинской правде». Партия «Народный фронт» совершила массовый камин-аут, расписавшись собственной заенгажированности и зависимости от Игоря Коломойского. Ну, это журналистское преувеличение или это действительно так? Ну, я не скажу, что это журналистское преувеличение, потому что, на самом деле, вся страна была возможность видеть. На этом неделе парламент голосовал исторический, без преувеличения, скажу, законопроект. Его можно даже назвать антиолігархичная декларация. Про что идется? Мы, в частности, я и целый ряд депутатов из фракции Радикальной партии, мы запропоновали законопроект, который бы дав возможность вернуть государству в реальное управление, в государственную властность. За 20 лет олігархи разобрали государственную властность, номинально она осталась государственной властностью, а реально работала на олігархах. Как, например, Укрнафта, загаданого вами Коломойского. Больше 10 лет там стоит менеджмент Коломойского, он керует. Это формально государственное предприятие, под более 50% акций в владении государства. А в реальности хозяин этого предприятия Коломойского и десятки миллиардов за эти годы пошли в кишене до Коломойского. Миллиардов гривен или долларов? Доларей, конечно, долларов. Десятки миллиардов долларов за эти годы пошли в кишене олігарха Коломойского. А у нас каждый уряд виходит до парламенту и говорит, давайте заберемо у детей харчевание в школах, давайте заберемо бесплатный проезд у пенсионеров, давайте заберемо бесплатные подручники в школах, давайте у детей, участников АТО, избавим возможности бесплатно в вузах учиться, бо в бюджеті немає грошей. Олег Олег Олегович, чекайте, тобто зараз, коли затягують пояси, Рада не збирала голосів, ледь зібрала голоси для того, щоб отримати ці мільярди, які в бюджет могли. Звичайно, я про те й виду мову, що коли нам розказують про деолігархізацію економіки, то деолігархізація економіки і боротьба з олігархами – це не касові апарати підприємцям на базарі, це не введення податку на нерухомість 60 квадратних метрів квартира, це навіть не введення податків на пенсії, а це повернення в державну власність те, що належить державі, це повернення в державну власність корисних копалин, ресурсів, якими сьогодні користуються олігархи, це перекриття офшорних схем, щоб десятки мільярдів не виводили за кордон. І коли дійшло до реальності, коли я запропонував законопроект, який би дав можливість повернути до державної власністі належній підприємства, і як наслідок десятки мільярдів доходів йшли б до бюджету, а не до кишень олігархів, фракція Народного фронту справді не проголосувала, вони ледне на стелю лізли і робили все, щоб не дати можливість провести цей законодаві. Слухай, ну що ж вони сподівалися, що люди не побачать? Ну, смішно ж. Це треба в них спитати. Але важливо, що 230 голосів проголосували і набрали. І хоча зараз і прем'єр-міністр, зокрема, в п'ятницю мені казав, що, мовляв, це закон, який мій проголосували, він не стосується Укрнафти. Брехня все це. Цей закон стосується Укрнафти. Є відповідне рішення в суду. І я сподіваюся, що уряд буде реально виконувати цей закон. Від обговорення перейде до діл, ближчим часом проведе загальні збори акціонерів Укрнафти, приймуть рішення про зміну менеджменту і про повернення найбільшого державного підприємства галузі Укрнафту в державну власність. До речі, хотів би наголосити. Цей закон стосується не тільки олігарха Коломойського. Я вас хотів якраз щойно про це запитати. Цей закон стосується всіх олігархів. Якщо інші олігархи розслабились, то даремно розслабились. Бо закон передбачає, що підприємство, де держава має 50 плюс 1% к акції, тепер кворум в акціонерному товаристві знижено до 50% і держава може керувати. Такі підприємства є в олігарха Фірташа, в олігарха Ахметова, в олігарха Коломойського, в олігарха Пінчука і в усіх інших. Тобто, якщо вони думають, що це закон тільки проти Коломойського, то це велика помилка. Цей закон, насправді, де олігархізує всю національну економіку і дає можливість державі повернути свої підприємства під свій контроль. Ну, окей, але опирається тільки один олігарх і одна партія. Ну, таке враження, коли дивися новини. Ну, величезне питання. А що на кону? На кону десятки мільярдів доларів. От що на кону. І стоїть питання, чи вони йтимуть до державного бюджету, чи вони йтимуть у приватні кишені Коломойського. На оборону, на війну, зберігайте наших військових. І от мене питають, ви б могли домовитися з Коломойським, хай би він вас не критикував би на 1 плюс 1 і так далі. А я кажу, а мені до лампочки, бо в мене на кону стоїть вибір. Або я домовляюсь з Коломойським, і Коломойський і далі в кишені отримає десятки мільярдів, а волонтери забезпечують армію. Або ми приймаємо закон, який дає можливість пенсіонерам отримати додаткові пенсії, бюджетникам зарплати, на армію фінансування. Все це залежить від того, як держава буде раціонально використовувати своє майна. Олеже, ви мені скажіть, добре, ви ледь зібрали голоси для цього закону. 230. 230. Потім було голосування, коли мали проголосувати поправку, голосів не зібрали. Те, що пишуть зараз в соціальних мережах, ну я просто там навіть ось воно роздрукував, люди пишуть, що начебто це може свідчити про те, що коаліція розвалюється. Чи так це? Ну я б не перебільшував, що коаліція розвалюється, але це свідчення величезного насправді впливу олігархів на парламент. І на превеликий жаль, після революції гідності, після революції на Майдані, по великому рахунку в парламенті нічого не змінилось. Ну ми всі обирали нових людей саме для того, щоб цього не було. На словах обирали нових, а на ділі виявило, що вони так само підвержені впливу олігархів. Зокрема, фракція Народного фронту, яка зараз засвідчила, що нею фактично керує олігарх Коломойський. Група Хомутиника 20 чоловік, яка фактично теж керувана олігархом Коломойським. Тобто це я веду до того, що на превеликий жаль політики досі не зрозуміли, що після Майдану треба керуватися не інтересами олігархів, а треба керуватися інтересами країни. І якщо ми розказуємо про реформи, то реформи треба починати з олігархів, а не з простих роботях, і з селян, і з пенсіонерів. І що так само, як вони єдині були сьогодні на Майдані, треба бути єдиними в Раді. Абсолютно правильно. А то коли доходить до діла, до реального боротьби з олігархами, до реального наповнення бюджету, виявляється, що ті, хто найбільше говорить про боротьбу з олігархами, зокрема, урядова фракція, не голосують за олігархів. Не голосують за те, щоб повернути державну власність. У нас час лише для одного запитання. Я хотів вас запитати. Ми зараз маємо просто з Волновахою говорити після нашої розмови. Скажіть, що ви думаєте про ситуацію з Волновахою? Чи була можливість, чи є можливість досі якось попередити це все, цю трагедію, про яку зараз весь світ говорить, коли там написано, що свій Волноваха, щоб це не сталося в інших містах? Я був в Волновасі нещодавно і ближчим часом знову збираюся бути. Ради бачити Андрія Лаща, з яким ми на фронті зустрічалися. Ради бачити тих дітей, вони з національними прапорами. Я скажу так, що єдина можливість попередити трагедії, подібні до Волновахської і всіх інших, це бороти за Україну. Це звільнити Україну від ворога, від російської окупації. В котре, згадайте, скільки разів я в вашому ефірі казав, що оці так звані мирні переговори в Мінську і результати перемир'я, вони призведуть тільки до одного. Що ворог буде нарощувати сили для того, щоб піти в наступ, що ми сьогодні спостерігали. У нас були всі політики в студії, ви сперечалися між собою. Коли мені розказували, що я проти миру, то я казав, що я більше за мир, ніж усі інші. Але я абсолютно твердо переконаний, що мир в Україні буде тільки тоді, коли ми звільнимо свою рідну землю від окупантів. Не може бути миру, коли в нас окупований Донбас. Не може бути миру, коли жителі Волновах і Донецька вбивають з російських радів. І тому вихід для того, щоб не було трагедії, щоб не було вбив, щоб не було загиблих мирних громадян і військових один, це боротися, це звільняти рідну землю, це мати сильну потужну армію, бо тільки сильно поважають. Якщо ми слабкі, наша слабкість провокує ворога на агресію. Олеже, дякую, що були в нашій студії. Запрошуйте. Дякую за розмову. В мене побажання ніколи більше в ефірі не показувати ватників-кобзонів і других шизофреників. Олеже, це над у нас, це над Митрівську. Ну, от кого стосується, я сподіваюся, що вони почули. Бо Інтер, я знаю, ви весь час і в новинах показуєте нормальних бійців наших і підтримуєте. Але той довбнутий концерт самими ватниками, кобзонами, хто там ще, Валерії і тому подібне. Ну, хай вони... Олеже, сказати чесно, мені теж соромно, але якщо б це від нас залежало, що ми показуємо. Окей, це тема іншої розмови, добре. Сьогодні в стані війни країна, і дуже важливо кожне слово. І в новорічну ніч, ну, краще б уже то наших, він показав, з Волновахів, дітейха, Щедрика заспіваєть. Він вечером сьогодні, Щедрик, Ведрик. Олеже, дякую дуже, що були в нашій студії. Я хочу Волновахі слово передати. Ребят, спасибо большое, що з нами. Я смотрю, там малыши вже замерзли. Спасибо большое, що смотрите, що присутствуете. Я хотів о вас, вот такой вопрос вам задати. Скажіть, ну, сьогодні многие з цими табличками «МЫ, Волноваха...» Я вам теж рукой помашу, спасибо. Сьогодні многие з табличками «МЫ, Волноваха», сьогодні многие вас дуже искренне підтримують. А вот достаточно ли вам одной только этой поддержки? Как у вас с продуктами, с пенсиями? Все ли с этим в порядке? Все ли с этим в порядке? Да, Дима, ну, к сожалению, не знаю, у нас были проблемы со связью. Вот я хотел бы сейчас обратить внимание вот всей Украины, которая вот не находится в таком положении, как жители Волновахи. Несмотря на то, что у нас здесь такие вот веселые, патриотичные люди собрались, у нас есть национальный флаг. Не все здесь еще хорошо. Вот есть риск остаться без собственного бизнеса, без машины, если ты просто можешь на лобовое стекло поцепить флажок. Но вот настолько действительно все плохо? Ну, да. В нашем городе вот сейчас присутствует малая часть населения. Многие, конечно, я уверена, что большая часть нашего населения хотела бы присутствовать сегодня. Но просто люди боятся. Боятся же жизни своих родственников, за свои дома, за свой бизнес. По большому счету все возят свой украинский флаг у себя в машине, не открыто, как вот в других регионах нашей Украины. А просто прячут в багажнике под сидушками и радуются тем, что он есть в машине, есть в доме. И он согревает душу, я думаю, всем жителям нашего города. А вот в милицию сообщайте об этих случаях, что вот, может быть, угрожают. Или в милиции, ну, как бы ее нет, или что, и она не выполняет свои функции. Ну, а как вы думаете? Хорошо. Ну, вот чего вы боитесь? Вы говорили о том, что, ну, фактически остальная Украина немножко не понимает, да, что здесь происходит? Да. Волноваха – это самый украинский город Украины, который очень любит Украину. Поверьте, здесь это намного сложнее, чем вас, вас там в Киеве. А чего вот вы боитесь? Раньше мы боялись, что нас просто Украина оставит, бросит, да, сольет, как говорят. Теперь мы этого не боимся, нас защищают, наши ребята. Это ваше лицо, правительство наше, там, министерство. Обратите внимание на солдат, в чем они ходят. Экипируйте, оденьте, дайте нормальную форму, хватит издеваться над ребятами. Спасибо большое. Ну, вот ты, как представитель молодежи, можешь сказать, почему не уехал из Волновахи, когда здесь волнения начались? Ты был здесь, вот все время не покидал город? Да, не покидал, потому что я здесь родился, это мой город, я себя именно здесь, в этом городе, чувствую себя свободно и чувствую себя здесь дома. Но если вдруг, вот смотри, расширяется, то сужается вот эта вот территория военных действий, боевых действий, не боишься, что там призовут, придется идти там? Нет, не боюсь. Честно говоря, я как-то, беспокойство у меня на втором плане. В первом плане, волонтерство и активное участие в помощи военным, то есть, в некогда беспокоиться, честно говоря. Спасибо большое. Ну, вот, собственно, собственно говоря, Дима, вот такие мысли у жителей волновательных. Ну, одно слово. Я здесь хожу с этой ленточкой просто. Спасибо большое, что были с нами. Я смотрю, что малыши замерзли. Давайте на этом будем заканчиваться этой площадкой. Огромное спасибо, что были с нами. Нам было важно вас увидеть, услышать, ну и вот увидеть ваши лица, это тоже всей Украине было важно. Что хочу сказать, ну вот тот теракт, который был в Волновахе, наверняка это была попытка запугать, как и серия диверсий, которая началась еще в ноябре прошлого года. Диверсии, которые проходят по всей Украине. Вот давайте вспомним. 9 ноября прошлого года прозвучал первый взрыв в Харьковском пабе. Тогда пострадали 11 человек. Вначале думали даже, что взорвался газ, но потом установили этот теракт. 3 декабря, Одесса, диверсия в магазине Патриот, где торговали национальной символикой. И через 6 дней, 9 декабря, новый взрыв в Харькове у памятного знака воинам УПА. Уже на следующий день, 10 декабря, ЧП в Одессе. Взорван волонтерский центр помощи войскам АТО. 25 декабря. И опять происшествие в Харькове, недалеко от паба, где прогремел вот тот самый первый взрыв. В магазине активиста, который помогал украинским бойцам. И вот события этого года. В ночь с 4 на 5 января взрывчатку заложили в волонтерском офисе в Одессе на гимназической. А 16 января всего 2 дня назад. Вот сразу 3 ЧП. В спальном районе столицы разорвалась граната. Повреждены 9 машин. В Харьковской области на станции Шибелинка загорелся состав с топливом. Предполагают, что стреляли из гранатомета. В тот же день еще один взрыв. Взрыв в Одессе. Бомбу подложили на подоконник здания, где находится волонтерская организация. В службе безопасности говорят, что это теракты, что это попытки запугать украинцев. Ну и есть информация, что многие диверсанты готовились в России. Но поскольку по этим взрывам следствие еще фактически ведется, только начались расследования. Давайте поговорим о том, а что же удалось выяснить о тех громких терактах, которые летом были. Это не только сбитый Боинг, о котором так много было разговоров, но и наш украинский военный транспортник Ил-76. Эксклюзивный материал подробности недели о том, как сбивали эти самолеты. Начало прошлого века. В Российской империи принимают решение бороться с преступниками с помощью науки. Быть посему, виза императора Николая II на законе об учреждении кабинетов научно-судебной экспертизы. Один из них открывают в Киеве в 1913-м, вот в этом здании на Софиевской площади. Сто лет истории в одном музее, более тысячи различных экспонатов. Вот подчерковеческая экспертиза письма, ставшего причиной дуэли Пушкина и Дантеса. Набор для составления фоторобота, самодельное оружие, замаскированный под пачку сигарет фотоаппарат, взрывные устройства. Возможно, в этом музее когда-то появятся материалы и одного из самых резонансных преступлений в истории Украины. Катастрофы Ил-76 в Луганске. В институте поминутно воссоздали картину трагедии. 14 июня 2014-го. Ноль часов, одна минута. С аэродрома в Днепропетровске с интервалом в 10 минут поднимаются три самолета. Ил-76 с номером 76777-2. На борту 40 десантников, 9 членов экипажа, 3 БМД. Нулевая облачность, видимость 10 километров, ветер 4 метра в секунду. Спустя полчаса первый борт успешно садится в Луганском аэропорту. В 0 часов 46 минут второй самолет начинает разворот влево, чтобы зайти на посадку. Высота около 1800 метров, скорость 370 километров в час. 0 часов 50 минут. Ил в зоне поражения. Высота 900 метров. До места назначения 10 километров. Спустя минуту террористы выпускают по самолету первую ракету из ПЗРК «Игла». Пилоты отстреливают тепловые ловушки. Ракета проходит мимо. Второй выстрел уже из другого места 20 секунд спустя. Попадание в левое крыло. 76-й заваливается влево и по спирали падает в 7 километрах от Луганского аэропорта. Учитывая то, что самолет был в состоянии посадки, экипажа просто не было возможности каким-то образом этот самолет выровнять. Ситуацию могло спасти командование. На этой неделе киевские спецы закончили экспертизу июньской трагедии. Руководство антитеррористической операции знало о том, что от военкомата Луганска выдвинулись две группы из ПЗРК, которые будут сбивать самолеты на взлете и посадке. Было установлено, что начальника штаба АТО, генерал-майора Виктора Назарова, минимум дважды информировали об угрозе. Прокуратура уже объявила ему о подозрении. Генерал-майор Назаров подозривается в службовой недобалости, а саме не в жизни никаких заходов безопасности при забезпечении перелета зазначенного летака и игнорировании разведывающей информации о террористической загрозе. В военной прокуратуре заявляют, что дело с результатами экспертизы передадут в суд в кратчайшие сроки. Если вина генерала будет доказана, ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Несмотря на то, что появляется, распадается на куски. Начали туда, в черной части, туда, сюда. А вот по другому громкому делу пока никаких фамилий. Катастрофа малазийского Боинга недалеко от Тореза в июле минувшего года. Украинские эксперты работают вместе с голландцами. Чтобы понять, из чего сбили самолет, на одном из украинских предприятий был разобран зенитно-ракетный комплекс «Бук». Ракету распилили на мелкие части, они вот в этих конвертах. Кусок металла кладут в специальный анализатор. Машина исследует его химический состав. После результат сравнивают с полученными данными из Голландии. Уже есть результаты, которые позволяют говорить об совпадении отдельных элементов, которые были найдены в телах, с элементами ракетного комплекса «Бук». Комната без окон и с бронированной дверью. На столе автоматы, помповое оружие, снайперская винтовка. Это оружие проходит в уголовном деле о расстреле активистов на войне. Да, это подразделение «Беркут» и прочее. В этом тире оружие отстреливается. Так, готов. Огонь. Огонь. После этого отстреленные пули сравнивают с пулями, которыми были убиты активисты на Майдане. Каждая пуля нарезов имеет свои специфические признаки. Как отпечатки пальцев. Да, как отпечатки пальцев. Есть у нас выпадение по стволам. Девять человек расстреляны с одного автомата или оружие, у которого калибр 7,62. И несколько человек по два с других стволов. Стоп-кадр человека в маске во время расстрела на Майдане. Эксперты института доказали, что это бывший командир «Беркута» Дмитрий Садовник. При последовательности увеличения прозрачности слоев у него совпадают глаза и размеры головы, параметры ушей, подбородок. Экспертам еще долго придется распутывать клубок тайн Майдана. Но то, что когда-нибудь правду мы все-таки узнаем, здесь не сомневаются. Наука идет вперед. Нам впервые показали уникальное оборудование, с помощью которого раскрывают самое запутанное преступление. Подсоединяем к нашему устройству. Черный чемоданчик и небольшой прибор. С их помощью судебный эксперт может достать из телефона любую информацию, даже удаленную. Вся детализация звонков, сообщений, входящих-восходящих, в том числе и с помощью разных приложений. В этой лаборатории уверены, что написано пером, не вырубишь топором. Можно узнать, кто писал и когда. Я предлагаю эксперимент сейчас провести. Я что-то напишу на листе бумаги, потом зачеркну это очень сильно. И мы попробуем на этом чудо-аппарате прочитать, что же я все-таки написал. Получится? Попробуем. И еще одна уникальная экспертиза. Предположим, случилось ДТП. Виновник скрылся с места происшествия, но автомобиль попал в объектив камеры наблюдения или регистратора. Картинка не четкая и на первый взгляд ничем помочь следствию не сможет. Но это только на первый взгляд. Моделируем ситуацию. К нам в кадр попал номерной знак под очень острым углом. Разглядеть его совершенно невозможно. Мы загрузили нашу фотографию в специальную программу. Потом мы обрабатываем ее и получаем из номера, который мы не видим, мы получаем вот такое изображение, там где мы отчетливо можем определить номер. Любая экспертиза это только пол-дела. Майдан. Ил-76. Малазийский Боинг. Иловайский котел. Теперь главное, чтобы эти расследования дошли до суда. И на скамье подсудимых оказались именно те, кто виновен. Ведь многие из них носят или носили большие погоны. Сергей Кудимов, Тахьяна Лазарева, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжаем. Ну и далее о больной теме. Теме, которая наверняка близка всем украинцам, всем нам. О реформе милиции. Украина начинает ее с перемен в ГАИ. Об этом много говорили на этой неделе. Ну и вот прямо сейчас об этом поговорим с человеком, который многое знает об автомобилях. Раулим Челочабы. Вечер добрый. Здравствуйте. Спасибо большое, что приехали. Человек, о котором... Ну вот я пока шел сюжет, посмотрел. Пишут в интернете. Человек, который умеет сказать о происходящем неожиданно, парадоксально, одновременно точно и остро. Ну вот такую оценку вам дали. Такой портрет. Я вдячный всем людям. Добро, скажите, у нас сюжет есть, мы его посмотрим вместе, но я хотел бы начать просто разговор с вами. Вот сейчас много говорят на разных уровнях, там, чиновники, люди в социальных сетях, на радио, на телевидении о реформе ГАИ. А вы вообще верите, что вот эта реформа, которую в очередной раз объявили, там, каждый министр о ней говорил, что в этот раз эта реформа состоится? Ну, честно вам скажу, пока что нет. Но я думаю, что нам нужно начать с того, что сегодня ДАИ, оно действительно потребует помощи и эту систему нужно рятовать. Есть очень много мифов про ДАИ. Первый – это то, что ДАИшников очень много. На самом деле это не так. Их, в целом, лишь около 14 тысяч. Чекайте, давайте зафиксируемо. Рятовать или разогнать? Есть просто популярные думки. Можно по-разному рятовать. Окей. Как рятовать? Как рятовать? Ранее я думал, что будет достаточно децимации. Тобто, каждого десятого мы стратили и все будет классно. Потом стало понятно, что без Напалму не обойтися. Насправді, моя думка, что, конечно, нужно набирать новых людей. Но проблема всей этой ситуации и почему я не верю в новую реформу, потому что мы не видим плану и мы не видим грошей, за которые этот план будет реализованный. Нам сказали, что взагалі через два дни у нас начинается эта реформа. И это означает, что уже 20-го в Киеве должны начать набирать людей, которые будут несколько месяцев научиться и потом работать за новой системой. Но кто-нибудь бачит, что это за система и какие гроши мы должны вытратить на то, чтобы это реформовать. Люди не очень понимают, в чём вообще реформа состоит на самом деле. Как там будут с патрульной службы сливать. Вот давайте сюжет посмотрим, продолжим после этого. Валентина Левицкая разбиралась в том, как будет реформироваться ГАИ и как там зарубежные эксперты в этом помогут. Почему сделана ставка на иностранцев? Заставить ГАИшников работать честно пытались уже не раз. Показательное сокращение, аттестации, но по сути ничего не менялось. Теперь решились на шоковую терапию. Терапевтом выбрали того, кто уже вылечил систему в Грузии. Я хочу сказать честно, что получится, но не сразу и не всё. Мы потеряем какую-то часть наших сотрудников, наберём новых. Один из критериев это возраст, конечно, с 18-35 лет. Зарплату мы будем повышать, я могу это тоже подтвердить и значительно повышать. В Грузии ГАИ вообще расформировали. Теперь там патрульная служба. Новых людей обучили, что называется, с нуля. Да. Зарплату увеличили в разы. Патрульные получают от 600 до 1000 долларов в месяц. Плюс медстраховка и премии. Таким же путём решили идти в Украине. Первым делом переименовать милицию в полицию. И объединить ГАИ и ППС в одну службу. Начнут с Киева и Хмельницкого. Как будет лечить систему, главный милиционер рассказывает только в Фейсбуке. И лишь в общих чертах. Конкурсный отбор и тестирование. Три месяца жёсткого тренинга и обучения. Снова тесты. И когда, как полагаю, процентов 50 пройдёт все испытания, получим весной новую патрульную полицейскую службу в Киеве. В той же Немечке, скажем, при приёме на работу укладывается договор, что если он нормально служит свои 25 лет, он отримает квартиру бесплатно. Если он допускает какие-то порушения, даже прослуживши 20 лет, его просто извольняют с работы без ничего. Чистка рядов ГАИ уже началась. Первым делом избавились от тех, кто в дни Майдана стал дубинкой режима. Там людей украли. Выключили, будь ласка, милицию. Милицию вызывают и украли людей. Похитили. Они останавливали наши машины, составляли и фальсифицировали протоколы на активистов Автомайдана. И самое страшное, что в связке с Беркутом они устраивали засады. Уволили 102 человека. Во-первых, по нашим данным, ГАИшников было 260. Тех, кто участвовали в фальсификациях протоколов против активистов Автомайдана. Во-вторых, это всего лишь пешки, которые исполняли команды своих начальников. До сих пор никто из высшего руководства ГАИ или из какой-то другой структуры не обвинён, не арестован. Система добровольно своих не сдаёт. Уже новая власть хотела назначить начальником ГАИ Львовской области Богдана Мыцака, который до этого 7 лет руководил госавтоинспекцией Львова. И был хорошо известен среди горожан своими дорогими машинами и роскошным особняком. Львовяне не стерпели и устроили милиционеру народную иллюстрацию. За Яву! За Яву! За Яву! Быши! Хабарных быши за Яву! Кого бы вы ни поставили, каких бы честных майдановцев, айдаровцев, правый сектор будет регулировать, если систему не изменить, то система изменит кого? Новых людей. В МВД появился целый штат иностранных консультантов. Курс на Европу. Этот путь прошла Литва, Польша. И они сами говорят, что те старые полицейские, которые прошли все барьеры иллюстрации, аттестации, они в первые два года массово покинули, потому что они способны ментально были приспособиться к честной работе. Один из первых шагов – возобновление обязательной фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения. Это то, что давно и успешно работает в Европе и США. Когда я только переехал сюда, то получал уведомления о штрафе буквально каждые две недели. Так что я потратил на их погашение около тысячи долларов. Но потом я понял, что надо водить осторожнее. В итоге всего один штраф за последние два года. Нарушать бывает очень дорого. Если ты превысил на пару миль, то, наверное, придется заплатить около сотни. Если превысил миль на 15, то выложишь все 250 долларов за такое нарушение. Удастся ли попытка номер два запустить фотофиксацию в Украине? Еще вопрос. В 2010-м страну накрыла волна судебных разбирательств. Фотофиксацию отменили. Вот на этом сложном перекрестке до сих пор остались камеры с тех времен. Из-за проезда на красный свет или, например, за разворот через двойную осевую водители получали письма счастья с немалыми штрафами. Это действовало. За три года аварийность в целом по стране сократилась в два раза. А вот когда видеофиксацию отменили, то количество ДТП снова возросло. Реформировать то, что когда-то называлось ГАИ, пытаются и в России. И уже не первый год. Саму службу переименовали, пятую часть сотрудников сократили. И тоже ввели фотофиксацию. А по поводу, допустим, вот этой извечной темы, там, коррупции на дорогах? Года полтора вообще не знаю такой темы. Я друзей не слышу, да. Ну, бывает, останавливают. Если раньше садитесь в машину ДПС и тут открытым текстом говорят, то сейчас даже намека нет. Нарушил, нарушил, протокол составили и все. Хуже гораздо. Ну, во всем. Как какой-то час пик серьезный в Москве. Ни одного ГАИшника на дорогах нету. Как коровы языком слезало. Нынешние ГАИшники сомневаются, что реформа даст результат быстро. Говорят, молодежь так скоро не овладеет секретами профессии. Людина начинает оформлять дорожную транспортную приводу только после трех лет службы. Она навчается, знает, куда тягнуть рулетку, что померять, как померять, до чего привязать, потому что это сложные вопросы. Ну, вот смотрите, у нас в сюжете очень много вопросов было задано, вопросов без ответов. Давайте попробуем ответить вот так коротко. Во-первых, тот план, который был озвучен. Набрать новых людей, набрать людей помоложе, платить им больше. Сработает, не сработает? Как по-вашему? Повинно спрацювати, але мы повинні зрозуміти зараз, за якою методикою их будут навчать. Вона взагалі? Ей переклали з англійською для початку? У нас нема відповідей на це питання. Де ці викладачі, які 20-го повинні набрати людей і почати викладати? Мені смішно слухати, що людину три роки вчать оформлювати ДТП. Вам не смішно? Рулетку тянується. Окей, хорошо. Что касается фото, видеофіксації. Ну вот я в Штатах прожил 5 лет. Там действительно не нарушаешь, понимаешь, что тебе придет там 200-300 долларов штраф за то, что просто немножко педаль газа придавил. В Україні раз работа, якісь работа? В Україні запитання полягає не в цьому. А чому видеофіксацію відменили? А тому, що прокурорські співробітники, судді, усі чиновники, коли почали отримувати усі ці письма, зрозуміли, що так працювати не можна. І коли прокурор їде в сауну, отримує фотографію, що його не було на роботі, дружина подивилася цього листа, і після цього куди дівають ці камери? І саме тому я не вірю в реформу, тому що нам треба реформувати одразу усе. І СБУ, і МВС, і суди, і прокуратуру. Тобто питання не конкретно в ДАІ, питання у владі? Питання одночасної реформи силового блоку, про який ми говоримо. Тому що, якщо сьогодні ДАІ починає працювати добре, то на рівні суддів та прокуратури і СБУ це все можна зламати. А цих співробітників, нових, чесних, безкомпромісних, можна просто посадити в тюрьму. Добре, у нас буквально там кілька хвилин лишилося. Ви мені скажіть, ну а з хабарями що робити? Ну, у нас дуже люблять казати, для того, щоб поздолати корупцію, треба не давати хабарі. З одного боку, це правда. З іншого боку, співробітники ДАІ три роки в часі для того, щоб тебе спіймати. І на абсолютно законних підставах все-таки зробити так, щоб ти або сплатив великий штраф, або дав хабаря. І як вийти з цього? Як з цього виходити? Та все дуже просто. Чверть століття в Україні розповідають, що треба реформувати ДАІ. Але для чого? Для того, щоб вони займалися профілактикою на дорозі і зменшили кількість ДТП. Це їх головне завдання. А сьогодні у нас увесь силовий блок – це організована злочинна організація, яка займається тим, що збирає хабарі і інші корупційні діяння. І це означає, що сьогодні державні інститути такими не є. Це просто злочинні угруповання, які займаються збором грошей. Будем надіяться, що це змінюється. Не дуже оптимистичний у нас получився розговор, тем не мене. Будем надіяться, що те люди, які з'явилися, є европейці, вони дадуть результаты. Це якесь збажання. Побачимо, як вони його реалізують. Посмотрим. Спасибо большое. Такими були подробності цієї неділи. До зустрічі ровно через 7 дні. Дякую.